Добрый день, друзья. Сравниваем звучание двух мега монстров после капитального ремонта и полной настройки обоих. Звучит шар тысячный. Слушаем немножко. Выключаем, переставляем шарп 3-7. Оба аппарата подготовлены, одинаковые уровни громкости, одинаково выставлен темброблок. Вот так вот. Слушаем следующую вещь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, разница очевидна даже через телефон на ютубе. Но на всякий случай еще разок. Обращаю ваше внимание, друзья, что заловочки в идеальном состоянии здесь и там, как новые. Уровень громкости выставлен одинаково на 10 часов. Темброблок выставлен одинаково. Здесь до половины, здесь на треть. Низкие частоты. Данный шарп F1000 С очень высокими техническими характеристиками, протяжки. Здесь стоят новые, новые оригинальные ролики. Экстремально низкая детонация. Шесть, семь сотых по динам. Чего не удавалось сделать ни в одном еще аппарате. Здесь чуть-чуть больше, но укладываются в паспортные данные, протяжки. Но здесь заменены конденсаторы и прошунтированы где надо пленочными, а где надо установлены новые электролитические емкости хорошего качества. Отсюда и разница в звучании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В острых магнитофонных ощущениях возникают вопросы. Зачем менять оригинальные конденсаторы? Вот именно за этим, друзья, они теряют емкость за 30-40 лет. Даже японские, о немецких не говорить нечего. Они еще хуже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но зато заменив их, установив какие положено, подобрав правильные емкости там, где можно чуть-чуть улучшить характеристики. Прошунтировав пещалочки пленочными конденсаторами, получаем совершенно другое звучание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова